Затягивание поясов потуже давняя традиция на России, которая передается из поколения в поколение на протяжении многих веков. Но сегодня степень натяжения настолько сильна, что пояс стал удавкой. Чем больше денег выделяют в Кремле на войну, тем меньше остается на нужды россиян. Поэтому в войне против Украины не только сотнями тысяч гибнут российские солдаты, но и чахнет и так хилая российская экономика. Если проплешины на линии фронта еще можно хоть ненадолго залатать свежемобилизованным пушечным мясом, то зияющую дыру в казне заткнуть не получится. 2023 год в разгаре, а дефицит бюджета РФ еще несколько месяцев назад перевалил за 4 триллиона рублей. Это максимально допустимый за весь год дефицит российского бюджета, прогнозируемый экспертами. И пока кремлевская пропаганда усиленно строит подобие хорошей мины при бездарной игре, отдельные отголоски правды все-таки прорываются. На майском мультиформатном форуме «Финтех» в Екатеринбурге нервы не выдержали у экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. И тот признался, что экономика России находится в том месте, которым Минобороны РФ обычно принимает решения. Не то плохо, что мы в зопе, а что мы решили в ней обустраиваться. Одной из причин неминуемой катастрофы для России Нечаев назвал стремительное падение доходов государства от продажи энергоресурсов. Его опасения подтверждают неумолимые цифры. Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов за 2023 год упали более чем в два раза и с каждым месяцем падение продолжается. Так, в июне Россия потеряла более полутора миллиардов долларов по сравнению с маем. Средняя цена на нефть основной российской марки Юрлс в июле составила менее 64 долларов за баррель, что на 20% ниже, чем в июле прошлого года. При этом общий объем экспорта российской нефти в июне сократился более чем на полмиллиона баррелей по сравнению с маем. Сейчас Россия в состоянии экспортировать не более 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, когда кризис обусловила пандемия коронавируса. Проще говоря, российскую нефть стали покупать в гораздо меньших объемах и значительно дешевле. Поэтому, чтобы выжить, российским нефтяникам приходится серьезно сокращать добычу. Это при том, что в 2022 году российские нефтяные компании в угоду Кремлю пробурили рекордное за последние 10 лет количество нефтескважин. Хотели сказать, якобы нефтяной эмбарго им нипочем. За это теперь очень дорого расплачиваются в прямом смысле слова. Уже в начале года вице-премьер России Александр Новак сообщил о сокращении добычи нефти минимум на 500 тысяч баррелей в сутки. По данным издания Bloomberg, физические объемы добычи нефти в России упали на целых 15%. Что для нефтяной отрасли просто колоссальный спад. Тем более, что российским нефтяникам в условиях эмбарго и так не сладко. С 5 декабря 2022 года страны ЕС ввели полный запрет на морской импорт российской нефти. А с 5 февраля 2023 и российских нефтепродуктов. Советскому Союзу в свое время потребовалось более 50 лет, чтобы российская нефть вышла и закрепилась на международном рынке. Путин полностью разрушил все эти достижения всего за год. И теперь не в силах признать собственные роковые ошибки, и уж тем более их исправить, продолжает цинично врать россиянам. У нас спад ВВП был 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%. Вдобавок Путин собственными руками закрутил газовый вентиль и тем самым лишил Россию еще одной существенной части доходов. В Кремле понадеялись, якобы Европа замерзнет без российского газа. Но так как Запад приложил все усилия, чтобы как можно быстрее и эффективнее соскочить с российской газовой иглы, этого не произошло. И теперь от холода и голода чахнет сама Россия. Путин своим решением, по сути, ликвидировал для Раши европейский рынок газа. Он сам перекрыл вентиль и ушел из этого рынка. Колоссальные убытки, это ошибка. Они переоценили свои возможности, с Миллером выступали на конференции и заявили буквально следующее. Эпоха доллара закончилась, началась эпоха ресурсов, а именно нефти и газа. А не у нас, значит мы будем диктовать условия. Европа послушала и, грубо говоря, послала этих двух джентльменов вслед за российским кораблем. К слову, чтобы вернуться на мировой рынок энергоресурсов, России снова понадобится не менее 50 лет. В том числе потому, что на Западе очень высоко ценят репутацию. А кто в ближайшее десятилетие захочет иметь дело с токсичным агрессором? Правильно, никто. Кроме того, Россия проявила себя с худшей стороны в качестве энергопоставщика, постоянно опускаясь до шантажа, чтобы хоть как-то повлиять на мировую политику. С 2022-го российский нефть и газ смешались с кровью украинцев. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, Запад основательно занялся вопросами энергоэффективности и развитием возобновляемых источников энергии. Тем временем, озвученная в Кремле как спасение переориентации России на альтернативной рынке сбыта энергоресурсов в обход Запада, где россиянам не рады, идет совсем не так успешно, как хотелось бы Путину. Раша переориентировалась на Индию, на Китай и на Турцию сначала. Те ее эксплуатировали, устанавливали очень большие скидки для покупки российской нефти и газа. Но тем не менее, удалось бизнесу Раши путем закупки кораблей, создания новых частных компаний, усиления страховых компаний своих, немножко уйти от этих санкций. Беда в России не только с экспортом нефтепродуктов, но и с продажами за границу в принципе. Сегодня 40% российского экспорта производится в рублях. По экономическим параметрам это очень близко к примитивному бартерному обмену. В угоду собственной пропаганде Путин и его прихлебатели начали разгонять тему, якобы Россия может обойтись без свободно конвертируемых валют вроде доллара и евро. Глупостью тщеславного Путина воспользовались Казахстан, Индия и Турция. Тем временем Китай, который давно рассматривает Россию как свою провинцию, вообще потребовал перевести практически всю внешнюю торговлю россиян на юани. Они начали заявлять, что доллар и евро это ничто, это пыль, это обман, а вот наши ресурсы это все. И поэтому мы отказываемся от этих валют, платите нам в ваших национальных валютах или в китайских юанях. И если ваши валюты очень слабы, платите рублём, платите рублями. Ну и, конечно, многие страны воспользовались этим идиотским предложением Путина, который экономику загоняет в могилу. Ну, например, Казахстан имеет много рублей. Почему? Потому что там очень много граждан Раши открыли счета в рублях карточками МИР, накапливают эти рубли и платят Раши за её товары в рублях. Но, получив рубли, ты же за рубли ничего не купишь за рубежом, понимаете? Армения этим пользуется, турки этим пользовались. Кроме того, очень много казусов с национальными валютами, как индийские компании платили своей валютой за Рашистский газ, а те её перестали принимать, потому что им надо доллары или евро. Ну, короче, вот этот бартер привёл, с одной стороны, колоссальной неэффективности этих внешнеторговых операций к большим рискам. Торговля в рублях сегодня несёт колоссальные риски, ведь это буквально худшая валюта в мире. Российский рубль обесценивается так же стремительно, как жизни российских солдат. И хотя за последние 30 лет российский народ хорошо ознакомился с понятиями инфляции и девальвация, сейчас ситуация действительно критическая. В голодные 90-е россияне уже сталкивались с колоссальным падением уровня доходов. В 1994 году рубль резко подешевел почти на четверть. В 1998 случился дефолт, и всего за несколько месяцев доллар подорожал в 4 раза, с 6 до более 20 рублей. В 2014 году доллар стоил вместо 30 – 60 рублей. Сегодня же российский рубль побил все свои антирекорды. За золотой нынче доллар дают аж 100 рублей, а к декабрю, говорят эксперты, обязательно будет ещё хуже. Ситуация для Раши оказалась ещё хуже, ещё хуже в связи с неадекватной политикой и внешнеэкономической, и внутренней политикой, в связи с непредсказуемостью поведения самого Путина, то есть он непредсказуем не только в сфере военных действий, угрозы применения запрещённых оружий. Я не хочу сейчас уходить в эту тему. Он такой же непредсказуемый и в экономических решениях. И никто не может ему возразить. Никто не может возразить. Поэтому начали накапливаться новые ошибки. Вот сейчас провал последней рубля, скачок, падение рубля, произошёл из-за того, что он разрешил государственным корпорациям оставлять валюту за рубежом, то есть не заводить её в Рашу. Для чего это сделано? Ну, во-первых, легче воровать, а с других, как бы, за эту валюту покупать товары, которые под санкциями, чтобы запутать следы. Закомплектующие для буксующего российского военпрома в Кремле готовы переплачивать миллиарды. К тому же расплачиваются буквально простые граждане России, а не лично Путин и его совета. Деньги-то казён. Миллиардов 10-15 останется на счетах компании «Раши», это и «Газпром», и «Роснефть», в, ну, допустим, в Китае, да, в Китае. А оттуда они будут покупать для «Ростеха», это основной компанией, которая занимается производством оружия, какие-то комплектующие, микросхемы, чипы. Но он как бы решает одну проблему, усиливая финансовую основу запрещённого импорта, теневого импорта. Но, с другой стороны, это очень сильно бьёт по курсу. То есть компании и бизнес, который остался в «Раши», в Москве, они понимают, что туда будет приходить всё меньше долларов и евро. А что это значит? Это означает, что будет дефицит доллара и евро. Значит, курс должен взлетать. Почему? Потому что цена товара, курс – это и есть цена товара, зависит от его количества. Законы рыночной экономики объективны и жестоки, они действуют вне зависимости от хотелок Путина, влияние которого на российскую экономику с каждым днём всё более пагубно. Тем временем, компенсировать зияющий дефицит бюджета РФ в 4 триллиона рублей в Минэкономике решили старым как мир и очень опасным методом запуска печатных станков, что неминуемо приведёт к катастрофической инфляции, но от роста дыры в казне всё равно не спасёт. По прогнозам экспертов, к концу года дефицит бюджета РФ как минимум удвоится. Как бы ни врала статистика, какие бы манипуляции ни делали, но дефицит бюджета будет 6-7 триллионов рублей. Больше 100 миллиардов. Может, уже сейчас 100 миллиардов долларов. Чуть больше 100 миллиардов долларов. А ликвидные запасы фонда национального благосостояния уже меньше, чем эта сумма. Это ликвидные, это те, которые в юанях и в золоте монетарном. И Путин, и финансовый блок боится продавать всё это для покрытия дефицита, и поэтому включается печатный станок. Россияне, конечно, могут в очередной раз поверить телевизору, где говорящие головы разрываются, мол, всё скоро наладится. Только за эту доверчивость заплатить придётся пустым холодильником. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, хранить сбережения в рублях глупо и даже опасно. Я обращаюсь к гражданам России. Пока не поздно, так, избавляйтесь от ваших рублей, покупайте доллары, выводите всё за границу, иначе пропадут, пропадут ваши деньги. Спасти российскую экономику от Путина и его откровенно тупых решений уже вряд ли получится. Но каждый россиянин ещё пока может хотя бы попытаться спасти свои собственные накопления, если они, конечно, есть, и перевезти их в любую другую валюту, лишь бы не рубль. А те граждане, у которых сбережений не было и нет, могут вложить получку традиционно. Например, в бутылку водки, как это сделал вот этот российский солдат, который абсолютно точно понял, для России проиграно всё. Блядь, Жимон! Жимон, нахуй, вернись! Вернись обратно, там меня поля! Деду, блядь, звоните, сейчас пиздбатику буду! Не деду, блядь! Помогите, блядь, ему! Сука! Дебил, блядь, вернись! Да, блядь, вернись! Субтитры подогнал «Симон»!